11 января ректор Кафуль Шадгафуров провел традиционную встречу с представителями Ассоциации молодых ученых Казанского университета. В формате прямого диалога начинающие научные деятели смогли обсудить с главой университета самые актуальные вопросы. В новом году у нас достаточно большие ожидания, независимо от того, как складывается будет финансовое состояние в целом по экономике страны, поскольку мы сами за последние несколько лет все-таки сумели создать неплохой фундамент, конечно, который мы можем развиваться. Стоит отметить, что ранее среди молодых ученых был проведен опрос, в котором они выразили свое мнение относительно университетского сообщества. Острой проблемой, по их мнению, считается вопрос меняемости поколений, причем как в рамках академического сообщества университета в целом, так и его молодой части. Остро стоит необходимость привлечения новых кадров. Сегодня собрались все молодые ученые, которые в прошлом году и вообще активно участвуют в научной деятельности, образовательной деятельности, в инновационной. Это те новые ребята, новые лица. Это вот те самые яркие из 1300 молодых специалистов, которые работают в университете. Решать эту проблему нужно, приглядываясь к талантливым ребятам еще со студенчества, привлекая молодых и талантливых к работе над крупными и перспективными проектами. Одним из главных плюсов для молодого и в целом университетского сообщества станет то, что с этого года КФУ начнет самостоятельно присваивать ученые степени. Коснувшись вопроса заработных плат, ректор подчеркнул, что плановое повышение базовой оплаты университетов увидит уже в текущем январе. Вопросы, связанные со ставками, их надо связать друг с другом. Поскольку, когда есть проекты, ставки не найдут. Потому что проект подразумевает генерацию ресурсов. Может быть не сразу, не первый был, так же как стартап. Если в стартапе видны какие-то проблески, понятно, что можно и венчурный капитал, бизнес англ, как угодно. То есть находятся какие-то рисковые деньги. По традиции, одной из главной части мероприятия стало вручение сертификатов победителям конкурса на соискание, стимулирующей выплаты молодым ученым. В этом году ее получили 14 человек. А также наградили почетными грамотами исследователей, добившихся наиболее заметных успехов в 2017 году. Диана Шилова, Леонард Олетьяров, Универньюс.